Добрый день! О главных событиях пятницы к этой минуте расскажу вам я, Яна Аксенова и корреспонденты телеканала. Ждите в этом выпуске. Сегодня депутаты АКЗС назначат дату выборов губернатора Алтайского края. Все подробности далее. Открытие купального сезона на городском пляже в Барнауле откладывается. Почему? Расскажем через несколько минут. Уже более 90 лет одно из предприятий Алтайского района готовит советский сыр высшего сорта. Как у нас варят вкусный сыр и что для этого нужно? Сегодня назначат дату выборов губернатора Алтайского края. Для этого депутаты законодательного собрания соберутся на внеочередную сессию. Выборы губернатора должны были пройти только осенью 2019 года. Досрочные пройдут в регионе из-за отставки Александра Карлина. Напомню, президент Владимир Путин его отставку по собственному желанию принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко. Также на внеочередной сессии будет рассмотрен еще один важный вопрос – финансирование выборов. Так как они внеплановые, в бюджете на них средства не заложены. А сейчас оперативная информация. Стена многоэтажного дома в Рубцовске обрушилась. ЧП произошло по адресу улицы Калинина, 13. Сейчас там выставлено оцепление, сообщают нам МЧС. Это здание бывшей гостиницы «Аллея». Оно было нежилым. Никакие организации в нем не располагались. На данный момент место происшествия огорожено сигнальными лентами. Также уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На место уже выезжала оперативная группа управления по делам ГОЧС Рубцовска. Также утром было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы города Дмитрия Фельдмана. В настоящее время ведутся работы по возведению ограждения, очистке места происшествия. В ближайшее время будет принято решение по дальнейшей судьбе здания. Проблема доступности лекарств в селах обсуждают сегодня в диагностическом центре региона. Там собрались фармацевты со всей Сибири и специалисты Минздрава России. Прямо сейчас они решают, как обеспечить все районы и села достаточным количеством медикаментов первой необходимости. На конференции работает и моя коллега Полина Жданова. Она с нами на связи. Полина, вам слово. Добрый день, коллеги. Сегодня в Алтайском диагностическом центре проходит большая вторая научно-практическая конференция для провизоров и фармацевтов «Сельская аптека». Сюда уже приехали провизоры и фармацевты со всего Алтайского края, а также Сибирского федерального округа и специалисты из Москвы. Они обсудят некоторые тенденции развития фармацевтического дела. Подробнее об этом и о том, какие, может быть, в крае есть проблемы, связанные с фармацевтическим делом, нам расскажет временно исполняющая обязанности заместитель министра Министерства здравоохранения Алтайского края, Кровец Елена Борисовна. Елена Борисовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие сегодня на конференции затронутся основные вопросы? Наверное, самый основной болезненный вопрос – это все-таки доступность лекарственного обеспечения в Алтайском крае. Алтайский край – высокорайонированный край, здесь 59 районов. Поэтому, соответственно, очень много сел. И в каждом селе есть люди, которые нуждаются в лекарственной помощи. Так вот, для того, чтобы обеспечить доступность этой лекарственной помощи, вот по этому поводу мы сегодня собрались. Мы понимаем прекрасно, что количество сельских аптек не вырастет, оно может только снижаться. Соответственно, нужно использовать какие-то другие механизмы. Вот один из других механизмов – это у нас фельдшерско-акушерские пункты. Так как они имеются у нас практически в каждом малом селе, и с учетом этого практически все они имеют лицензию на реализацию лекарственных препаратов. Поэтому больному не нужно ездить никуда в районный центр, он может все получить у себя в селе. У нас, помимо этого, еще очень много вопросов. Как сохранить государственную сеть в Алтайском крае, государственную сеть аптек? Она у нас есть и хорошо представлена. И главным, скажем так, фигурантом государственной аптечной сети является Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая». Это «Аптово-Розничное звено», которое представлено в 30 районах и 6 городах края. Вот как сохранить, как обеспечить доступность лекарственных препаратов? Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Мы пригласили, скажем так, очень именитых гостей. У нас будет присутствовать исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты, которая проводит интересы до Министерства здравоохранения Российской Федерации, интересы фармацевтических сообществ. Вот на все эти темы актуальные мы будем сегодня беседовать. Спасибо большое, Елена Борисовна. Подробнее о том, как будут решаться проблемы с доступностью лекарственных средств в Алтайском крае, мы расскажем в вечерних выпусках новостей. И сейчас, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо, Полина. А сейчас к другим темам. Продолжая традиции, уже более 90 лет одно из предприятий Алтайского района готовит советский сыр высшего сорта и не стоит на месте. Сегодня линейка продукции местного маслосырозавода стала еще шире. Она востребована в Москве и Санкт-Петербурге. Как у нас варят вкусный сыр и что для этого нужно, узнаете далее. Советский, швейцарский, нуар, горный, крымский. На маслосырозаводе Алтайского района удовлетворяет вкусы заядлых сырных гурманов. Продукция одного из местных предприятий востребована и в других регионах страны. Например, пользуется спросом в Москве и Санкт-Петербурге, куда уходит 98% изготовленных сыров. Готовят как твердые, так и мягкие сорта. Идут по стопам одного из первых алтайских сыроделов Дмитрия Гранникова. Мы работаем вот как бы традиционно, это как бы по старой технологии, которая была разработана еще как бы в 37-м году Гранникова. Мы работаем на производственных заплотках, как было это все раньше. И как бы технологию мы не меняем, что вот как есть, так и есть. Перед тем, как попасть на полки магазинов, сыр проходит целый ряд этапов приготовления. Сначала его варят и замешивают, чтобы приобрел нужную консистенцию. Затем опускают в соляной раствор при температуре 10-12 градусов. А созревать отправляют в специальную камеру на 20 дней. Важный этап, по словам специалистов, нарастание плесени. Без нее сыр будет невкусным. Вкус дают микроорганизмы, которые мы вносим в захваску. В процессе набирания ванны с квашеньями мы вносим захваски, которые и дают, начинают в процессе всего этих трех месяцев созревания, начинают работать, развиваться. Идет расщепление, жирорасщепление белка, преобразование его. И далее за счет этого образуется вкус, аромат в сыре. До полной готовности нужно подождать 3-4 месяца. И только по истечении этого срока можно быть уверенным. Продукт готов к употреблению. И можно не сомневаться, он будет вкусным. Проверено поколениями. Василий Токмачев, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. Совсем скоро жители Алтайского района смогут познакомиться с историей пчеловодства. О его так называемой «дикой разновидности» до современного этапа. Музей пчеловодства готовится к открытию в Алтайском. Открыть его планируют 1 июля. Проект придумал местный пчеловод и предприниматель Николай Санин. На создание музея он получил грант-губернатора региона в размере миллиона рублей. По мнению Николая Санина, музей – отличная возможность представить алтайский мед в более полном объеме. Рассказать о его разновидностях и целебных свойствах. На территории также планируется представить линейки продукции местных производителей меда. Одна из главных целей проекта – познакомить с пчеловодством молодежь. Это именно продолжение пчеловодства как такового. Так как в настоящее время все старше и старше средний возраст пчеловода становится. Это говорит о том, что молодые люди очень интересуются пчеловодством. Открытие городского пляжа на острове Помаскин могут перенести на несколько дней. Это связано с тем, что территорию сильно затопило. Сейчас река грязная, вода еще не прогрелась, так что отдых на пляже опасен для здоровья. По словам представителей администрации Центрального района, уровень воды на острове превышен на 5 метров. Это мешает очистке берега от щепок и прочего природного мусора. А взятые пробы песка и воды не соответствуют всем требованиям. Кроме того, температура воды у острова Помаскин всего 13 градусов. Эти моменты не дают нам права запретить горожанам сегодня находиться на данной территории. Температура наружного воздуха, превышающая 30 градусов, позволяет им принимать солнечные ванны. Поэтому сегодня люди приезжают, дорога прогрегирована, биотуалеты стоят, фонтанчики питьевой водой работают. Вода питьевая сегодня соответствует Санпину. Напомню, городской пляж на острове Помаскин должны были открыть 10 июня. Насколько сдвинутся сроки, пока что неизвестно. Все зависит от того, когда спадет уровень воды. Сократится в этом году из-за паводка и дождей еще и площадь пляжа. Если раньше солнечные ванны на берегу могли принимать около 5000 человек, то теперь не более 500. Как воспитать патриота? Уже второй год ряды юных армейцев пополняют десятки людей. Но получить красный берет могут немногие, лишь раз в году. При особых условиях и в особом месте. Это про них говорят. И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Все дело в силе характера. У Марии Овсиенко столько наград, что завидуют даже парни. Юнормейское движение дает возможность проявить себя, невзирая на пол и возраст. Моя жизнь изменилась вообще к лучшему. Юнормия дает очень много перспектив для поступления. Потом всякие слеты проходят, на которые нас зовут, естественно, что мы ездим. Знакомимся также с остальными ребятами. Получаем общение. Общение, умение и опыт – неотъемлемая часть образовательного процесса. Помимо этого, ребятам в юнормии прививают составляющие духовных ценностей – веру, надежду и любовь. С сожалению о запоздавшем образовании и движении сами школьники говорят, не стесняясь. Общероссийское движение появилось в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Жалко, что ее раньше не было. Она наоборот в помощь детям. Дети сейчас не знают, что делать. Как вообще понять, что такое патриот, кто он и с какой он целью. Движение действительно развивается. В это время уже сейчас уже больше тысячи юнормейцев, которые вовлечены в нашу жизнь юнормейскую на территорию Алтайского края. Ряды юных армейцев пополняются с завидной скоростью. Не только в Алтайском крае, но и по всей стране. В прошлом году численность этого движения равнялась 100 тысячам. Сегодня их ряды увеличились более чем в два раза. На Международном молодежном управленческом форуме АТР торжественную клятву произнесли 80 мальчишек и девчонок со всего края. И это уже становится доброй традицией. Нам очень приятно, что второй год подряд организаторы форума поддерживают нашу инициативу. И в день открытия с участием всех почетных гостей, с участием зрителей форума, гостей форума, проходит торжественная церемония присядь. Потому что для ребят, безусловно, это очень важно. Успешному развитию движения на Алтае способствует внимание на самом высоком уровне, в том числе людей, отдавших многие годы армии и военно-морскому флоту. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло знает, как это искренне служить родине и жителям. Вы сегодня вошли в городство юно-армейцев. Я вас на душу поздравляю, вы на правильном пути. Получить почетный знак юно-армейца из рук полпреда и временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края вдвойне волнительно. Форма «Алтай. Точки роста» стал традиционной площадкой для старта будущих поколений. И эти школьники уже примерили на себя новый статус. «Алтай. Точки роста» для них – знакомое место, и возможность заявить о себе они уже реализовали. Анастасия Романова, Антон Киселенко. Новости. На этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск в 17 часов. Всего доброго и до встречи в эфире.